Величаем, величаем тебя, Святая Верико, ученица Маргарха, И чем честная страна, Маргария Твоя. Четвертый век был веком эпохальным, гонением на христианство. Было много переполнено в темницах, аресталищах, колизеях, зрелищ разного рода. Как бы жертвоприношений дьяволу приносились христианские души, и люди смотрели, потому что хотели зрелищ. К сожалению, до сегодняшнего дня это идолослужение, это гонение на церковь, есть и в наши времена, но только в другом понимании, в другом смысле слова. Господь не хочет смерти грешника и всегда посылает своих угодников Божьих для того, чтобы избрать истинное зерно пшеницы от плевел и спасти того человека, который желающий этого. Потому что человек имеет свободу выбора. Господь даровал ему здравый смысл и указал. Хочешь быть со мной? Откажись от себя. «Приими учения, не новые, но то, что ты слышал в лице Адама и Евы, который непрестанно говорил, оно было наполнено пророками и донесено до ваших ушей, и сегодня апостолы принесли вам все то, о чем я говорил». Но лишь только оно дополнено двумя заповедями. Заповедь к Богу, которую никто же нигде же не видел, но мы сегодня имеем возможность видеть, Бога-человека Христа, который снесел на землю, принял человеческую плоть, дабы меня, человека, возвести на небо. И вторая подобная заповедь, чтобы мы любили ближнюю, как самого себя. Ибо если дети, рожденные одними родителями, они всегда живут в страхе и благословении друг к другу и спасают, помогают каждому. А мы рождены от одного Бога, от одних прародителей, и у нас единый смысл жизни – достижение Царства Небесного. Господь посылает избранных людей, которые выводят нас на путь истины, не только Варвару, великому ученицу в свое время, но и меня, и другого человека. Он посылает архипастыри, пастыри, церкви, посылает тех благочестивых мирян, которые готовы отдать жизнь в любую минуту за церковь, за Христа и за нас с вами. Потому что можно пострадать, но смысл страданий. А смысл страданий церкви Христовой, для того, чтобы явить веру Богу, преданность Богу, любовь к ближнему, чтобы человек не погиб, но имел жизнь вечную. Святая великому ученица Варвара была окружена любовью своих родителей, но ей чего-то недоставало, душа скорбела. И, выйдя в город со своими сверстницами, она встретила учителя, который рассказал о Христе, который научил Тайнам Царства Небесного и совершил Таинство Крещения. Таинство Крещения просветило и светило Варвару и Ульянию, которая была вместе с ней. И она рассказала своему отцу, что она встретила ту радость, которую она никогда не встречала, то есть в Духе Святом. Язычник Диаскор со всей ненавистью бросился на свое любимое чадо. Закрывал темницу, приносил много бед и страданий молодой троковицы и старался всячески уговорить ее, чтобы она отказалась от Христа. Но она единого возлюбила и единому последовала. Когда она пряталась в горах, как сказано в Акафице, Господь покрывал ее и указывал чудо, что человеку все под силу, что он может даже и разворачивать горы, что и стало перед святой великой мученицей Варварой. Но пришло время прославить своими страданиями Христа. Отец в злобе и ненависти совершал страшное злодеяние над ней и, в конце концов, сам отсек голову. Исполнили слова Христа, что восстанет чадо на родителей, родители на чадо и умертвят, и будете за имя моих всеми ненавидимыми. Прошло 17 веков с того времени, но память и светлое имя великой мученицы Варвары сегодня во всем мире известно, как защитница каждого человека, верующего, приводящего к Христу. Она является скорой помощницей во всех наших бедах, трудах. Она, желающим причащения в день своей блаженной кончины, она сама на поле боя причащала тайнами Христовыми. И к ней молятся все те, кто желает соединиться с Христом в последние минуты своей жизни. Но ей ничего и никто не мог устрашить, потому что она возлюбила возлюбившего Христа. И мы сегодня счастливые люди Русской Православной Церкви, тем более города Киева, потому что мы имеем святые мощи, святой великой мученики Варвары, которая всегда свидетельствовала о любви к ближнему. Она вместе с нами, с нашим народом, потому что наша она, как говорит Иоанн Шанхайский, что все святые они русские, потому что во всем мире их так мечтят, на их местах жизни, подвигов, как чтит русская Православная Церковь. Поэтому святая великая мученица Варвара с нами, с братьями в Лавре, с Украиной, с Русской Православной Церковью. Она своими нетленными мощами еще раз и еще раз свидетельствует, как Господь любит нас и не дает истеления тем, которые любили Бога. Сегодня мы просим и молим святая великую мученицу Варвару, молитвеннице, хода та истин наша, не оставь нас сирых. Помолись и за наших родителей, чтобы они удостоились быть мудрыми. Помолись за их них и за наших детей Церкви Христовой, чтобы они возлюбили Бога всем сердцем сей душею. Помолись, чтобы не было между нами брата убившей войны, чтобы мы вместо ненависти и злобы проявляли только милосердие, терпение и любовь. Помолись, святая, чтобы Господь укротил всякую ненависть и злобу и сподобил вместе с тобой славить триединое имя Отца и Сына и Святого Духа и наслаждаться той радостью, которую ты испытала даже во время испытаний. Помоги нам, святая, и не остави нас. Субтитры создавал DimaTorzok